Добрый день, коллеги! Добро пожаловать на подкаст. Сегодня у нас тема коснется трейдинга краткосрочного и среднесрочного, то есть трейдинга внутри дня и внутри нескольких недель. И сегодня мы будем разбирать именно эти стратегии. У нас их три штуки. Day Trading на акциях, опционный трейдинг на опционах и Swing Trading на акциях внутри недели, внутри нескольких дней, внутри нескольких недель. Day Trading он исключительно внутри дня. Каждый день публикуются 4 новые бумаги. Дополнительно могут публиковаться еще несколько бумаг. Но 4 бумаги публикуются с конкретными точками входа, точками выхода, ограничением рисков и так далее. Опционный трейдинг тоже публикуется внутри дня. Тоже 4 бумаги. Можно заработать в обе стороны, как на калах, так и на путах. В Swing Trading публикуется неограниченное количество бумаг внутри дня. Для тех, кто умеет работать с трейдингом самостоятельно, есть очень сильные бумаги, очень сильные уровни. Публикуются они каждый день. Публикуются они несколькими авторами. Это я, это Сергей, Саша. Каждый делает свои обзоры. Также я перевожу на русский и публикую стратегии с Wall Street от управляющих различных. Поэтому здесь собраны бумаги, которые прошли такой ценз от лучших трейдеров в мире. Я себя к ним не причисляю. Просто говорю о том, что здесь очень много стратегий от сильных управляющих, от чемпионов США по трейдингу, которые зарабатывают по 1500-5000% в год. Есть такой чемпионат, можете его погуглить. И здесь я их акции, их стратегии тоже публикую. Мы с ними общаемся, вернее, я с ними общаюсь, все это перевожу, адаптирую и выкладываю в Discord. И возникает вопрос, кто и как работает, и как в целом работать с этими стратегиями. Поэтому я хочу коротко сегодня, вот в 10 минут, уложиться и рассказать об этих стратегиях. И как с ними самое важное работать. Первое. Если вы не знаете, что такое трейдинг, если вы не знаете, как работать внутри дня, внутри недели, пожалуйста, пройдите обучение. Вот у нас тут лежат обучающие курсы. Если вы думаете, что это какая-то библиотека с кучей всего, где черт ногу сломит, то вы ошибаетесь. Здесь есть конкретные программы обучения по конкретным темам. На каждую тему выделено не более двух часов. То есть, чтобы разобраться в теме и понять вообще, как это работает, и начинать практиковаться, вам понадобится, не знаю, суббота и воскресенье, да, чтобы пройти там, выделить по 4 часа на каждый день, на субботу 4 часа, на воскресенье 4 часа, чтобы разобраться в трейдинге, в инвестициях, как выбирать акции, как их подбирать, как смотреть уровни, как проводить графический анализ. В этом ничего сложного нет. И необходимые программы обучения есть. Их немного, всего 10 штук, но вам нужно, если вы хотите заняться трейдингом, вам нужны две программы обучения, каждая из которых идет 2 часа. Поэтому не поленитесь, это ваши деньги, да, и ваш успех, собственно говоря, зависит от того, насколько вы будете сильно подготовлены. Потому что трейдинг – это не про то, что надо тяжким трудом зарабатывать. Учиться нужно, и все сложно, да, но тут очень важно работать с умом. То есть от того, что вы будете много работать, вы не будете много зарабатывать. Нужно работать точечно. То есть 80% времени у вас должно уходить на то, что вы отслеживаете, как охотник, как хищник, отслеживаете бумаги, и одним выстрелом выстрелом потом зарабатываете в течение 2 часов на сессии, или в течение 2 недель внутри сессии. То есть это не про то, что вы должны делать в день 500 сделок, и поэтому вы заработаете 500%. Это не про это, нет. Это про то, что вы 80% времени, повторюсь, наблюдаете, ищите, преследуете эти бумаги, и 20% времени выделяете на трейдинг. Только 20%. Это практика рыночная, это не потому что я так говорю. Потому что так работает рынок ценных бумаг, в частности, на рынке США. Окей. Опционный трейдинг. Я им сам не занимаюсь. Я с ним работаю через доверительное управление. У меня есть доверительные управляющие в брокере, в Саксо-банке, и он работает вот по этим стратегиям, публикует мне потом результаты. Я им доволен, но сам я в опционы не лезу, потому что у меня физически нет на это времени. Я работаю в основном с винтрейдом, отслеживаю бумаги, уровни, работаю с ними, и работаю с дейтрейдингом. На данной стратегии, именно на трейдинг, на эти три стратегии, у меня уходит большая часть моей работы, моей работы на рынке ценных бумаг. И моя задача заработать на этих стратегиях 10% в месяц. То есть даже если я увижу, что какая-то бумага может дать мне 500%, но моя задача заработать на конкретном бумаге 50%, я заберу себе 50% и уйду. Потому что в трейдинге самое важное, это не то, какие вы акции подобрали, как вы их подобрали, какой вы умный гуру и так далее. Нет. Главное, ваша стратегия и дисциплина. Если этих двух вещей не будет, вы через два года потеряете абсолютно все и останетесь в долгах и плечах. Это тоже не потому, что я так говорю. Это так работает рынок ценных бумаг. Ему уже 100-500 лет и ничего не меняется. То есть меняются стратегии, меняются акции, меняется рынок. Но человеческая тупость остается. Вот тупость, жадность, недисциплинированность, она остается. Поэтому не причисляйте себя к статистике и работайте с дисциплиной, работайте с своей стратегией. Это очень и очень важно. Потому что между тупостью и жадностью очень маленькая грань. И когда человек видит, что он может заработать больше и выбивается из своей стратегии, один раз он может заработать, два раза может заработать, а потом начнет терять. Это статистика. Это не потому, что Дэйв так сказал. На эту тему есть ролики Ларри Левина у меня на YouTube-канале. Можете посмотреть на них. Там есть целый цикл. Я их для вас снимал. И там есть маленькие 10-минутные ролики. Можете выбрать тот, который вам нужен. И в ролике будет объяснение, почему люди теряют деньги. И как этого избежать. Это очень важно понимать. Потому что трейдинг, он самый прибыльный на рынке ценных бумаг и самый опасный. Не бывает такого, что вы заработаете 500% в год, рискуя 1% в ДПО. Так не работает. Вы будете рисковать 1500%. Это так работает. Поэтому там, где риск, там есть доход. Там, где нет риска, там и маленький доход. Все очень просто на рынке. То есть, ну, не бывает по-другому. Окей. Еще раз. Синтрейдинг для тех, кто прошел у нас обучение, либо сам обучился, имеет опыт за плечами, понимает, как читать графики, идет сам зарабатывать. Опционные. Для тех, кто работает с опционами, внутри дня, пожалуйста, идите зарабатывать. Много вопросов касается дейтрейдинга. Во-первых, помимо того, что есть у нас программа обучения, у нас еще есть вот такая булава в каждой ветке, где есть описание стратегии. Вы можете с ней ознакомиться, посмотреть ролики, посмотреть, как это все работает. Но я покажу, наверное, как мы с моими канадскими коллегами торгуем именно дейтрейдингом по этой стратегии. Она называлась на свое время Ad Astra. Сейчас она просто называется Day Trading, чтобы новенькие участники не путались. И я, наверное, приведу пример на нашем последнем трейде, который был в четверг и пятницу, на бумаге Longiveron LDVN. И мы с ней работали два дня. И у нас были конкретные уровни. Во-первых, я хочу сказать, что в основном в трейдинге 99% времени выделяется торговля по тренду. То есть мы не работаем в Short. У нас есть история Short, но мы не всегда с ними работаем. Смотрите, медвежья история, 24% можно забрать. Но я в основном работаю в Short. Ой, в Long, прошу прощения. То есть у меня длинные трендовые позиции. Я не работаю в Short. Очень редко работаю в Short. Поэтому по Longiveron мы поговорим про Long. Итак, первый сигнал по LGVN у нас появился 31 марта. Да, и у нас была публикация, была причина к росту, что им одобрят препарат для лечения Альцгеймера. и у нас был ключевой уровень входа в 8,5, чтобы сходить на 11 и забрать доход. То есть от 8,5 до 11. Бумага сходила намного дальше, там на 15. И второй день мы решили тоже с ней поработать от 15 до 16,20. То есть заходим на K-Level 15 и выходим на 15,75 16,20. Теперь давайте посмотрим на график. Мы видим, что мы смотрим на дневном графике. Был вопрос по таймфреймам. Я всегда смотрю дневной график. Если нужно что-то общую картину посмотреть, я смотрю недельную, но недельную на дейтрейдинге не большую не особую роль играет. Я смотрю дневки, я смотрю час, могу 4 часа посмотреть, могу пятиминутки посмотреть, 15 минут посмотреть, объемы есть, кто там торгует, кто не торгует, но в основном это дневной график. Что мы видим на дневном графике? Это бумага и сама компания никому вообще нафиг не нужна была. То есть смотрите, вот она валялась тут, она когда-то стоила 8 баксов, 8,5, потом ее бросили, потом она сходила на 42 бакса за штуку, потом ее опять бросили, она опять валялась никому ненужная и потом она опять возродилась. И вот как она когда на второй раз возродилась, 31 числа пришли покупатели, мы 30 числа об этом узнали, 31 пришли покупатели, вот мы здесь с вами были в конце марта и 1 апреля, вот эти два дня видите, два столбика, мы их собственно говоря и забрали, вот это движение, это была наша цель, и мы забрали более 40% дохода, был хороший трейд, хотя рынок был отвратительен в целом, почему важно на рынок смотреть, потому что не важно что вы делаете трейдинг или инвестиции, нужно смотреть на общую картину рынка, что как себя чувствуют индексы, как себя чувствует ваш сектор, как себя чувствуют конкуренты вашей бумаги, есть ли в этой бумаге покупатели, вот смотрите, вообще здесь никого не было, ни одной сделки не было, никто с ней не работал, объемы были вот здесь вот в конце прошлого года и все, потом на нее наплевали, и вот она так валялась, никого не было, пока мы не пришли и начали с ней работать, вот, поэтому я смотрю дневной график, часовой, пятиминутный, и работаю строго по тем цифрам, которые указаны у нас в стратегии, если что-то выбивается за рамки, это значит, я просто не успел зафиксироваться и выйти, такое тоже бывает, но я никогда не буду жадничать и сидеть там до упора, потому что потом это может превратиться в висяк какой-нибудь, да, и потом вы станете среднесрочным инвестором какой-нибудь помойки, вместо того, чтобы заработать и уйти, поэтому я смотрю наличие покупателей, я смотрю на силу движения, то есть я могу прийти в ветку рэнкинг, посмотреть, есть ли эта бумага в топах по объемам, по активностям, если она в топах, если она по волатильности в топах, то есть я часто пользуюсь роботами в дискорде и смотрю здесь на эти уровни. В целом же, чтобы работать с этими бумагами, я работаю с двумя программами, это платформа TC2000 и Bloomberg терминал, я о них тоже писал неоднократно в дискорде, меня спрашивали, вот я работаю с этими платформами, но так как вы с ними не работаете, вы работаете с TradingView, я поэтому показываю вам на вебуле, на платформе вебула, она тоже пользуется спросом у нас на канале, она бесплатная, вы можете здесь просматривать графики и бумаги. Вот, еще важный момент, который касается бумаг и работы именно по стратегии Day Trading. Я не буду заходить в уровни, в любую бумагу, когда уровень достигается путем даунтренда. Давайте я вам просто покажу на примере, то есть смотрите, если у нас есть точка входа условно там 5 долларов на этом уровне, например, а сейчас она стоит 40, и вот бумага падает внутри сессии, доходит до 5, это не значит, что я буду покупать, даже если как бы это указано в стратегии. Да? Или сколько? Ну, например, предположим, что у нас LGVN 15 баксов точка входа, K-Level. 15 баксов точка входа. И предположим, 15 баксов это у нас вот здесь вот, да? И открывается сессия на 42, падает до 15, для меня это не сигнал ко входу, я не работаю на даунтренде. То есть мне важно, чтобы условно мы открылись вот здесь на уровне 2 бакса, сходили на 15, и здесь я уже войду. Войду, приду там до 16, 17, что у нас там по стратегии, 16, 20, и уйду. А она пусть летит в космос, мне все равно, пусть она летит дальше, выше, я буду дисциплинированным, и я уйду со своими деньгами. Она может дальше упасть, да, она же может упасть, может, и я потеряю то, то, что заработал за связью. Зачем мне лишние риски? Поэтому повторюсь, я не работаю, когда мы достигаем внутри сессии точки входа путем падения к ней, вот так вот. Я работаю, когда мы идем к точке входа ростом. Я вижу покупателей, вижу объем, вижу через роботов, что бумага в Most Active, то есть она сама активная, самоволатильная, тут есть деньги, она в топах. эти топы можно смотреть на WebBull, можно на Finviz, на Yahoo Finance, где угодно, а если вы не работаете с Bloomberg или с IB, это не важно. Везде можно бесплатно это посмотреть. Поэтому я буду смотреть на рост. Есть покупатель, есть кипиш, я зайду. Нет этого, я не буду в нее заходить. Здесь я выйду, то есть я буду смотреть на свечки, буду смотреть, как они реагируют. Вот здесь я выйду, я не буду ждать вот этих вот, вот здесь вот молиться, чтобы она опять отросла или не отросла. Мне это не нужно, я не буду этого делать. И не буду я потом грызть себе локти, что ой, надо было подождать, я вышел на уровне 20 долларов за бумагу, она ушла на 45. У меня этого не будет, потому что у меня есть стратегия. Вот и все. И обратите внимание, LGVN на постмаркете упал. Минус 3, 4. Это очень волатильная история. Посмотрите, она никому вообще не нужна была. Вот вы бы хотели вот так вот застрять почти на год. С декабря, январь, февраль, март, апрель на полгода. На полгода застрять в каком-то шлаке. Они могли ничего не одобрить, вы же понимаете. И могли ничего не одобрить. Они могли просто покатиться вниз, еще ниже. И все, вы потеряли бы, были бы в убытках и сидели бы там годами. Вот как здесь. Вот так вот. Вот вам это надо вот так сидеть. Зачем? Зачем? Вообще не нужно. Эта бумага никому не нужна была. Говорю, здесь вообще никаких объемов не было. Посмотрите на это. Это не графика, это вообще помойка. Но мы заработали. Мы вот здесь вот качественно заработали. Будет она дальше расти? Я не знаю. посмотрим. Мы сегодня с коллегами посмотрим, ой, в воскресенье мы посмотрим с коллегами графики. Если RGVN нам еще раз понравится, будем еще работать. Нет, нет. Но мы жадничать не будем. Как фраза была у агента ЦРУ в казино рояль у Джеймса Бонда мы не жадные и не бедные. Поэтому зачем нам зачем нам вот эта вот история с тем, что заработать больше, больше. Мы успеем заработать. Наша цель 10% в месяц ее выполнять очень не скажу, что очень просто, но очень реально. И поэтому повторюсь. Я смотрю на объемы, я смотрю на то, чтобы бумага была в топах, я смотрю, чтобы было много покупателей на низких таймфреймах, на минутах, пятиминутах, днях в основном, ну, дни в основном смотрю. И смотрю, чтобы мы к точке входа подошли ростом, не падением, взяли точку входа и упали еще ниже, а ростом. Это очень важно. Конечно же, никто не подстрахован от того, что мы войдем в точку входа ростом, а потом упадем. Нет, нет, это тоже может быть этот трейдинг. Я повторюсь, это самое опасное и рискованное, что может быть на рынке. Но это также самое доходное, что может быть на рынке. Мы же этой стратегии пытаемся сделать ее более-менее универсальной для всех. Вот, это основные моменты, которые я вам хотел рассказать про трейдинг и трейдинг в целом нужен действительно тем, кто сейчас в такой ситуации, что он может зарабатывать только дистанционно. Например, живет он где-нибудь в Таиланде, где он не может пойти и устроиться к тайскому работодателю, и он должен работать онлайн и зарабатывать онлайн, тратить онлайн. Ну, или оффлайн, неважно, это уже он может снять деньги с Айби. Вот в чем задача. И поэтому у него есть американская биржа, он приходит сюда ставить себе цель, что ему нужно зарабатывать там 5000 евро в месяц или 1000 евро в месяц. Берет свои деньги 50-25 тысяч долларов, неважно, и делает на них свои проценты. Сделал процент, все, закрыл терминал, месяц пожил. То есть не надо пытаться заработать за неделю на год вперед. Это плохо закончится. У меня на этом все. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите в дискорд, спрашивайте, буду на них отвечать. Телеграм-канал у нас пока закрыт для комментариев, чтобы избежать всякого флуда. Поэтому в дискорд, пожалуйста, спрашивайте, я на все отвечу. Можем сделать отдельный стрим, и я отвечу на ваши вопросы. На этом у меня все. Всем удачи. Держитесь верного курса. Всем пока.